Продолжение следует... 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 Пункт... Продолжение следует... 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 памятник кому-то не знаю кому фонт искусств магнитная мастерская достопримечательность кофешка пивная магазин бегемот рядом там ярче ярче с томска вроде пошли и довольно такую экспансию даже москве есть кстати вполне хороший формат вот фонтан на записи конечно в общем он там есть этот фонтан и это драматор а это проспект советский проспект пожалуй самый большой улице ленина тоже вполне себе улица ленина по-моему сам ой проспект ленина самый длинный городе проспект на том берегу проспект шахтеров там дедушка ленин памятник хорошо что сохраняют все таки а скорее всего просто денег не было чтобы его увести но тем не менее то что он сохранен это очень хорошо все таки память да и на самом деле а кто сказал что ссср уже закончится сейчас все равно все технологии идут к социализму социализм совместная собственность когда выгоден не единоличный какой-то владелец а когда сами работники работающие на этом предприятии владеют его частью тогда и мотивация появляется чтобы работать лучше и вообще следить всякие инновации внедрять в производство конкурентоспособность и так далее так далее девочки ездят в москве конечно русских мало относительно здесь в основном либо японские либо русские в общем старенькие для меня до сих пор всегда вот загадка то есть уровень жизни одно дело уровень жизни там пройдет выставки какие-то проходят всякие мероприятия плитку передают это одно а второе это по уровню дохода по уровню дохода тоже все таки по сути но человек работает как бы ходит на работу просто работа но почему в два раза отличается оплата я понимаю что спрос предложения все равно всегда рулит с другой стороны а почему тогда не переезжают то есть ну ладно из кемерово переезжать в принципе может особого смысла нет региональный центр новокузнец там в деревнях там ну непонятно то есть привык где родились там умрут так что ли по повседневности так и будет раньше производство было то есть человек был привязан к производству транспортные расходы высокие поэтому жить приходилось там где работаешь в частности много сельского хозяйства было вот то есть аграрный сектор 80 процентов да занимал потом там меньше сейчас аграрный сектор практически промышленный то есть производство промышленным способом дешевле тема выращивания натурального сельскохозяйства просто не не конкурентоспособный соответственно деревни они свою функцию тоже и нести перестали то есть функция поставки еды это сейчас агро промышленный агро сектор а вот вторая функция это восполнение человеческого капитала ну то ему говоря рожать детей деревнях издревле вот тут тоже памятник кому-то кому а ну если на вот губернатор так ангел-хранитель памятник ангел тоже хорошо ну вот вторая функция это восполнение человеческого капитала но по сути сейчас в городах все равно больше людей соответственно больше рождает и самое интересное качество одно дело это здоровье а второе дело это мозги знания вот благодаря интернету в принципе можно из любой точки нашей необъятной родины получать любое образование в теории на практике образование все равно получается когда есть наставник то есть человек которого видишь лично с ним общаешься и смотришь его как он как он действует и повторяешь те действия которые он совершает и вот такое обучение она дает плоды а это возможно только если этот наставник он есть физически рядом а а так или иначе сейчас в общем то все только в городах дедушка ленин ни хрена не видать реклама киосит киарьё вот красота штамп здание администрации где там фсб здесь вот фсб тут же администрация по моему кемерово 100 так день рождения кемерово на господи так день шахтеров в августе день рождения кемерово когда как интересно показывает что кто-то меня смотрит один человек и и и и холодно надо куда-нибудь где потеплее сюда лето хорошо приезжать зимой надо в какие-нибудь теплые места ну а собственно лето здесь три месяца и 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 это вам не тут а там сибирь так что вот так вот вообще ну ладно схожу в магазины пяти еда нету даже гречка закончилась кинем вообще нечего всем пока